Виктор Николаевич, здравствуйте! И мы объявляем сегодняшнюю тему. Чему учат в школе? Задались мы вопросом и поняли, что порой ответ на него повергает в смятение. Порой детям даются знания, совершенно не соответствующие действительности. И наверняка многие верующие родители сталкивались с этим явлением. И не только в школе, в детском саду может быть такое. Так вот, что делать в этом случае? Что делать, когда суррогатами подменяется истина? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом. Нам очень важно это. Звоните в студию прямого эфира по телефону код города 343, номер телефона 379-6570. Пишите нам на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте и на Фейсбуке. Виктор Николаевич, к вам тот же самый вопрос. И объясню, почему именно к вам. Сегодня была конференция в рамках выставки «Радость слова», которая проходит в Екатеринбурге. И вы говорили о суррогатах и о понятии идентичны натуральному. Это мы видим, когда читаем состав продуктов. Но вы говорили о чем-то, что идентично натуральному в области культуры, литературы и так далее. Что вы имели в виду? Я имел в виду вот что. Мы действительно, когда приходим в какой-то супермаркет для того, чтобы закупить продукты, мы стали, конечно, более щепетильны и дотошны в плане выбора. То, что нам приходится употреблять физически. Но на сегодняшний день идентичны натуральному стала не только пища. У нас стала и культура, и кино, и литература, и так называемое шоу. Поэтому, когда смотришь на эти вещи и понимаешь, что для твоего ребенка, для твоего внука это уже становится реально опасным, ведь дети наши настолько пока не в состоянии определить, где правильно, а где неправильно. И они вот на эти неприличные вещи начинают реагировать и буквально ими пропитываться. А потом ребенка от этого отучить очень сложно. А если это происходит постоянно, то, может быть, даже и невозможно. Это, знаете, как своего рода инфекция. Вот мы когда-то, была введена такая инфекция, на самом деле она называлась СПИД, которая сегодня прогрессирует. Это иммунный дефицит физический. Но это, кстати, болезнь одна из самых излечимых. Потому что иммунный дефицит до этого преподносится в большей степени как иммунный дефицит морали. И когда человек вот эту инфекцию получает, то она излечивается через покаяние и через то, что, допустим, ему объясняют, что это не так, что это неправильно. И он от этого иммунного дефицита морального излечивается тем, что начинает осознавать и к этому больше не прибегать, или подходит к батюшке и кается в этом. Но когда он этого не делает, то иммунный дефицит морали перерастает в иммунный дефицит физический. Таких моментов тоже очень много. Поэтому мы не случайно с вами эту тему очень нужную сегодня затрагиваем. И я думаю, что это коснулось уже каждой семьи. Вот это понятие идентичное натуральному. Но лишь бы только родители своевременно все это распознавали и своих детей предостерегали от этих неправильных моментов, которые они читают. Вот этих сурегатов. Хорошо. А что делать, если, например, по истории ребенок получает негативную и, самое главное, ложную информацию, например, ну а тех же царственных страстотерпцев здесь уже просто слезам можно горькие проливать, что транслируется педагогами по истории в адрес государя, его семьи. Я недавно очень много интересного о том же Распутине узнала. Я не знаю, как относиться к этой личности, но явно какие-то вещи были просто ложными. Вот у вас внучка сейчас растет. Что вы будете делать в этом случае или уже делаете? Ведь есть еще проблема не уронить авторитет педагога. Потому что можно, конечно, говорить это все глупости, но с другой стороны, ведь все-таки, не знаю, я человек, вот муж старой закалки, но к авторитету учителя мы привыкли относиться с уважением и как-то беречь его в глазах детей. Вот что делать в этом случае? Я думаю, что это... Сейчас, простите, не дам вам ответить, я попрошу ответить после того, как мы поговорим со зрителем. У нас звоночек. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте, это наш постоянный зритель из Белогорода Евгений Александрович. Он звонит нам регулярно, чем очень нас поддерживает. Евгений Александрович, мы вас слушаем. Да я на эту тему хотел одно сказать. Сейчас у нас образование подменено двумя понятиями. Это не образование, что я так называю, в светской школе, а набор определенных знаний каких-то. И то еще до конца не подтвержденных. Поэтому получается, что ребенок получает какой-то набор, но он же не компьютер. Ему не надо туда голову набхать всего непонятного. Он должен осознавать, что он учит. А для этого должно быть в образовании главное преподавать мировоззрение. А сейчас тем более критическое мировоззрение. А не готовить каких-то определенных роботов. Поэтому в государстве такая сейчас политика. А это должны восполнять только родители. Больше никто не поможет. Да, действительно, это понятно, что нельзя пускать на самотек. Кстати, вот важная очень тема. Я, например, знаю, когда мои дети-школьники узнают нечто такое, что противоречит действительности, о которой, например, они читали в книгах каких-то серьезных исследователей. И мы это можем обсудить. А ведь бывает ситуация, когда ребенок узнал это, он не поделился, он пережил определенную травму, потому что диссонанс такой между тем, что родители дома говорят, и тем, что учительница в школе сказала. И может быть, нет традиции в семье делиться. Он оставил это в себе, и дальше ему как-то надо с этим жить. К сожалению, ребенок замыкается и ищет самостоятельный выход из этого положения. Или, вот как ему подсказывают, его пока еще молодой незрелый ум. Поэтому, вы знаете, эта ситуация для каждой семьи болезненная. Но нам повезло в том плане, что наша учительница, которая, у меня внучка ходит во второй класс, и когда там вот эта искаженная информация по истории идет, она как-то очень ювелирна, грамотна. И вы знаете, несмотря на то, что она молодая учительница, она, в общем-то, не особенно православная женщина. Но вот у нее есть такое отношение к истории, к правильной истории, что она старается это подать настолько грамотно и талантливо, что у нас особых проблем в этом плане нет. И поэтому, вот то, что сейчас мучает практически каждую семью в этом плане, то надо, видимо, все-таки прибегать так. Если подается искаженная информация, то ребенок должен просто любить с родителями разговаривать на тему педагогики. Вот он приходит, вот наша внучка любит. Она сразу рассказывает все, что с ней было. Она рассказывает про математику, про литературу, про историю. Очень любит поговорить с дедушкой. То есть надо создать в семье такие и такие условия для нее, чтобы для нее школа не заканчивалась в школе. А школа в лучшем виде еще более процветала в семье. Вот она любит играть в учительницу, понимаете. Вот эти качества надо ребенку прививать. И если они у нее проявляются, пусть даже в форме игры, надо делать все, чтобы это приобретало еще более красивый характер игры настоящего этого педагога. И тогда, знаете, они очень быстро реагируют на правильные выводы. И когда начинаешь им объяснять, то они действительно не впадают в эту историческую катавасию. И тогда практически то, что нужно получить, то они и получают. То есть иммунитет вырабатывается, как раз о котором вы говорили. Устойчивый, да. Ну вот с вами согласна наша зрительница Ирина Евстифеева, которая пишет нам. Знаете, я пока не сталкивалась с такой ситуацией, но у меня как-то полгода назад была беседа с племянником. Он учится в пятом классе. Я спросила его, вы проходили историю 20 века, революции, о последнем царе вам что-нибудь рассказывали? Он ответил, что они еще до этого не дошли. Тогда я рассказала, чему учили меня в школе и что есть на самом деле. Он был сильно-сильно удивлен и слушал мой рассказ с интересом. То есть такую прививку определенную, да, провела Ирина? Вот пример, да, который подает вот эта родительница. Вы знаете, я только приветствую. И я хочу сказать, что у меня ведь проходит очень много встреч по России, когда встречаешься с молодежью, и как только начинаешь им рассказывать настоящие правдивые вещи, вы знаете, самая разная аудитория, вот абсолютно самая разная, она минут через 5-7 затихает и тебя внимательно, с удовольствием слушает. Это просто вот так устроена душа ребенка, молодого человека, который интуитивно, моментально распознает истину. И когда с ними начинаешь заигрывать, лебезить, что-то выдумывать, это заканчивается, к сожалению, всегда очень плохо. Поэтому как только начинаешь рассказывать правду о любой ситуации, о войне, о тюрьме, чтобы, вы знаете, вот эта романтика бандитизма не процветала, чтобы они не брали с этого примеры. И когда им приводишь вот эти великие поступки наших военных ребят в Афганистане, в Чечне, в Великой Отечественной войне, они просто замирают. Причем вне зависимости, мальчишки это, девчонки. Кстати, девчонки слушают с большим удовольствием. Вот что я заметил, у меня недавно была встреча в одном учебном заведении, где на факультете разведки учатся девочки. Ого! А как же они? Что же они будут? Радистки? Ну, они получают определенное образование там, очень хорошее. И там учатся в основном дети погибших сотрудников спецслужб. И вот знаете, я что хочу сказать? Вот насколько они воспитаны. И вот на них смотришь, они задают тебе вопрос. И я впервые в жизни видел, что встает девочка в 18 лет, задает тебе вопрос и краснеет. Это так приятно и красиво видеть. И чтобы вот эта красота смущения, застенчивости, она вот в наших детях оставалась всегда. И только передавалась из рода в род и процветала в этом плане. Вот эта скромность, вот это величие. Да. У нас звонок. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Мы слушаем вас. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Андрея из Никольского-Сурийского. Андрея из Никольского-Сурийского. Слушаем вас. Я вот, знаете, по поводу того, что у нас в государстве до сих пор нету национальной идеи. Ведь если мы возродим национальную идею, как то была в 19 веке, у наших славянофилов, черносочцев, православие, самодержавие, народность, мы так и будем погибать. Ну, это очень, очень так, это ответ на вопрос, но он очень глобальный такой. Спасибо, Андрей. Да, это, конечно, бы все хорошо, но вот что делать, пока этого не произошло? Или что делать для того, чтобы это произошло? У нас очень много говорится вообще об национальности. Национальность там, есть ли вообще национальность? Вы знаете, вообще, допустим, вот была такая фраза «преступность и национальность». Это вопрос весьма спорный, и по-разному надо к этому относиться. А вот я бы сказал, вот у чего нет национальности, это у милосердия, у добра, у любви. К другому человеку. И ведь, вы знаете, когда, допустим, я был то на одной войне, то на другой, и когда приходилось спасать наших ребят, когда спасали тебя, ведь у тебя никто не спрашивал твою национальность. И на сегодняшний день, допустим, по Первому каналу очень часто идет такая вставочка, когда просят собрать деньги по всей стране на помощь ребенку. Это ведь тоже никто не спрашивает, какой национальности этот ребенок. Вот просто так просыпается сердечко сострадания человека для того, чтобы спасти вот этого малыша и оказать помощь вот этим родителям, которые находятся уже в состоянии отчаяния на самом деле. Это, по сути дела, притча о милосердном самориенении в наши дни. Совершенно верно. И вот эти вот евангельские моменты, они просматриваются повсеместно, что говорит только о силе духа и отзывчивости нашего народа. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, я из города Серов. Слушаем вас. Вы меня слушаете? Да-да-да, слушаем, говорите. Вы знаете, я вот... Ну, у меня частное мнение. Я не знаю, правильно ли я поступила. У меня внук во втором классе учится. И пришел из школы, а у них там что-то типа природоведения урок. И он сказал фразу о том, что упомянул, что это мать природа. И я попыталась объяснить, что это Господь Бог создал мир весь, Господь Бог создал тебя. И поэтому мать природы, мне кажется, не надо, чтобы у тебя... Ты верующий человек, крещеный, носишь крестик. Чтобы вот это слово существовало в твоем обиходе. Правильно я сказала или нет? Ну, а реакция у ребенка какая была? Ну, он, в принципе, нормально послушал меня. Он так-то здорово у него заразил. Второй класс, с начала второго класса, 8 лет ребенком. Спасибо вам, мы поняли. Но ответить, наверное, не сможем. Может, не эксперты в этом вопросе. Наверное, еще от интонации многое зависит, да? Вы знаете, вообще большое значение имеет чувство... Вот, тон голоса. Голос может быть очень разный. Доброжелательный, вкрачивый, грубый. Вот, и поэтому, когда человеку объясняешь доброжелательным голосом, идущим от сердца, вы знаете, порой даже не всегда до конца сразу разбиваясь с ситуацией, ты можешь, по крайней мере, его, ну, привести в чувство и остудить, чтобы у него не было закипания на душе. И через какое-то время спустя, ты сам, ознакомившись с этим вопросом, пусть это день прошел, два прошло, но в конце концов, ты на этот вопрос ответишь, а отвечать надо. Потому что безответным вопрос ребенка оставлять нежелательно. Он будет искать ответ сам. И, к сожалению, не всегда ребенок самостоятельно может найти правильный ответ в нашей суетной жизни. Виктор Николаевич, огромное вам спасибо за участие в этой программе. Она, к сожалению, подошла к концу. Время в эфире закончилось. Дорогие друзья, с нами был русский писатель, воин-афганец Виктор Николаев. Наверняка вы знаете его книги. А сейчас вот у нас была с вами такая прекрасная возможность пообщаться в прямом эфире. Еще раз спасибо. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь с нами. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok